Европейская ассоциация журналистов категорически осудила действия Лешко, а в Российском профессиональном союзе заявили, что, цитата, ситуация со съемочной группой ВГТРК вызывает протест. Тем временем из Украины уже пришли извинения. Анна Балдина подробнее. Извинения с Украины пришли, конечно, не от самого Лешко, а от политиков из других партий. Мне стыдно, что власть позволяет так себя вести психически неуравновешенным людям. Журналисты России и других стран мира имеют полное право присутствовать на Украине и эту тяжелейшую ситуацию показывать всему миру. Если мир не будет знать правды, вообще конца этому кошмару не будет никогда. Я приношу свои извинения за такие действия украинской власти. Российские журналисты привлекли внимание Олега Лешко, когда занимались своими прямыми обязанностями, снимали комментарии депутатов Верховной Рады. Сегодня, когда мы записывали интервью в кулуарах Рады, Лешко подбежал, в привычной своей эпатажной истеричной манере, выхватил карточку, назвал нас агентами ФСБ, тут же смял, выбросил и потребовал от охраны немедленно выгнать нас из здания парламента, сказать, что работать мы здесь не имеем права. Лидер радикальной партии хотел сам решить, кому из журналистов можно работать в украинском парламенте. Хотя аккредитации, подобные той, на которую покушался Лешко, выдают отдельная структура, аппарат Верховной Рады. Аккредитация – это пропуск журналиста для работы в органе власти. Лишить его могут либо по заявке СМИ, которую журналист представляет, либо за нарушение порядка работы, но никак не по воле единственного депутата. Действия украинского политика таким образом считаются противоправными, по крайней мере в цивилизованных странах. Журналист – это как врач. Он личность неприкосновенная. Он пишет то, что видит, он пишет так, как слышит. В данном случае я надеюсь, что кто-то все-таки найдется в разумной Верховной Раде и извинится перед вашим каналом. В российском парламенте произошедшим возмущены и считают, что инцидент нужно обсуждать на международном уровне. Я думаю, что здесь вся общественность должна встать в защиту журналистского сообщества. Я думаю, что нужно привлечь к этому и мировое сообщество. Ну и, конечно же, органы прокурорского надзора Украины сейчас начали какие-то действия, но не надо надеяться, что здесь пройдет. Здесь нужно также привлекать юридические формы ответа за вот такое безобразие и такое наглое поведение по отношению к журналистам. Это свидетельство неблагополучия в Украине и в украинском парламенте. И вот такое неуважительное отношение к парламентским журналистам – это свидетельство того, что у депутатов сегодняшнего украинского парламента нет готовности принимать, уважать иную точку зрения. И это свидетельство о том страхе, в котором находятся депутаты Верховной Ради. Мне кажется, позиция слабая и не соответствует позиции, которую должны проявлять депутаты. Впрочем, в стране, где препятствуют въезду корреспондентов, где работников СМИ похищают и держат в плену, представления об отношении к журналистам давно размыты. В российском МИДе уверены – речь идет не только о нарушении прав СМИ, но о попрании прав человека. Это очередной пример того, как радикальные политические силы на Украине, которые рвутся к власти, на практике относятся к международным обязательствам своей страны в сфере прав и основных свобод человека. Очередной пример того, как грубейшим образом, бесцеремонным образом попирается свобода средств массовой информации, создаются неприемлемые препятствия для профессиональной деятельности журналистов. Действие Лешко осудила Европейская ассоциация журналистов, назвала инцидент неприемлемым. Генеральная прокуратура Украины обещала провести проверку. По Украинскому уголовному кодексу препятствование законной профессиональной деятельности журналистов карается штрафом или даже лишением свободы на срок до трех лет. Так что, если политика лишат депутатской неприкосновенности, эта выходка ему обойдется дорого. Анна Балдина, Вести.